И добро пожаловать! Сегодня вторая часть дрифтов. В прошлый раз мы дрифтили по мокрой круговой площадке. Вам это безумно понравилось, и поэтому сегодня мы переходим на асфальтную площадку. И сегодня будет абсолютно все по-другому, потому как это асфальт, будут перегрузки. Посмотрим, что получится. Но вначале мы буквально 10-15 минут позанимаемся по мокрому кругу, попытаемся вспомнить то, чему нас учили, и после этого перейдем на сухое покрытие. То есть на асфальт и посмотрим, что получится. В общем, будем приступать, поехали. А это Дима. Здорово, Дима. И он, кстати, гораздо ниже. И к вашей бабушке я не поеду отъедаться. Я его накормлю. Да, кормить я не нужно. Зато я могу через забор перепрыгнуть. Тут чек-энжин горит, смотри. Короче, машина убита. Тут просто гирлянда целая на приборке. Машина просто убивается, видимо, неплохо. Зато здесь в последнее моего занятия поменяли коробку передач, кулису. Аккуратно прижать, чтобы было комфортней. А у тебя какие-нибудь вот это? Ты скажи, когда там хватит. Нормально. Зачем нужны ремни безопасности? Сиденьем прижал и поехал. А икона почему-то меня нет в машине. Да, мы вот ездили на оффро, там иконки будут. Ой, конка есть. Давай, нормально, как он был. Я ездил дрифт. Я боюсь, что я у Димона. А это асфальт хватанули. Да. Весь этот исход начали дрифтить. Идти пораньше мы еще два круга проедем. Димон вырубит дворники. В общем, получается дрифтить, уходить. Из-за носа, пользоваться ручным тормозом, пользоваться сцеплением. То есть, все то, чему меня научили, я уже как бы освоил полностью мокрую площадку. И я думаю, настало время переходить к сухому покрытию, то есть к асфальту. Посмотрим, что получится. Наверное, будет, я думаю, что на асфальте будут совсем другие эмоции. Сейчас мы с ним познакомимся. Ну, собственно говоря, вы все это увидите. Будем переходить. Я, походу, поливану. Как дворники-то врубать, покажи. Смотри, вот эту загоню вниз. Вниз и все? Все. Вот эту. Да. Видал? Это дворники. Ручным тормозом научился пользоваться. Я научился дворниками пользоваться. А выключатель. Ти. Бражубровение. Ти. 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 Короче, пофиг. Сейчас я почихаю немножко, дай мне насладиться. А мы переходим к сухому покрытию. Это асфальт. Видишь, у нас тут площадка, у нас выставлены конусы. То есть, в пределах этих конусов мы должны будем сейчас сделать постановку. Как будет выглядеть постановка? Мы на скорости заходим в поворот, нажимаем сцепление, дергаем ручник и пытаемся выловить машину во время заноса. То есть, это первоначальная инструкция, первоначальный этап перед тем, как мы начнем дрифтить. То есть, буквально, проходя эти элементы, мы открываем для себя следующий этап. Смотрим, что будет. Но на асфальте я еще не ездил. По ощущениям, как? По ощущениям, я думаю, что это будет очень забавно, потому что, как я говорил, это перегрузки. Спокойно повернул руль и задернул ручник. То есть, здесь, короче, спокойствие, только спокойствие. Никаких резких движений? У тебя только есть быстрые движения, как бы ты ловишь скольжение, перекладываешься резко. Ну, может быть, только на ручнике, да, у нас резко действие, должно быть, чтобы сблокировать, плюс и все. Ты начал ставиться там, где я тебе... Траектория понятна стала. Ну, стала понятна траектория, там ты ее не делаешь. Ну, это ладно, хрен по себе. Пока тот круг забей, там просто разворачиваешься. Ага. Ставишься только здесь. Что тебе еще хотелось? Больше скорость нужно. А, я не с того круга не успеваю, да, уходить. Поэтому тебе, говорят, ты просто спокойно развернулся. И там раньше встал напрямую и больше, побольше разгонись. Ага. Ну, ты должен понимать, потому что я здесь стою, ты должен рассчитать скорость своего движения. Я уже чувствую, в принципе, это, да. Движение, чтобы ты поставился, вот после меня дергал ручник, и важно, ты до меня ездишь только на прямой колесе. Да. После меня указываешь, сразу дергаешь. Кто-то далеко не улетел. Угу. Ну, все, я понял, давай, попробуем. Со стороны это вообще как выгла. Просто я в машине, для меня в машине, ну, еду боком, грузить немножко и все. Нет, ну, у тебя ремни, короче, затягивают, во-первых. Нет, как это со стороны выглядит? Ты понимаешь, меня ремни затягивают? Слушай, я даже снизу снимаю, ты все равно маленький, кажется. Стань сам! Стой, стой. Нет. Ты еще больше делаешь? Вот так, да? Да. А тебя не слышно будет теперь? Чуть-чуть назад. Да нормально, пофигу. Уже все знают, что маленький. Со стороны это выглядит четко, когда особенно дымит. Вот, но поначалу у тебя хрень, конечно, что получалось. Это постановка была, это постановка, которой я говорил, то, что учился. Ребята, по началу была фигня, но потом он научился, и вы уже видели кадр, когда прикольно это выглядит. Ну, слушай, это, считай, второе занятие. А дыма много было? Нет, дыма было немного. Дыма было немного. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть дымочка. Попытаемся проехать по кругу этих конусов, вокруг конусов, именно с дрифтом, чтобы был дымок. Именно все то, что вы просили, то, о чем вы говорили. Сделаем сейчас красоту, главное понять, как выставлять руль в нужный момент. Газ, 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 газ. О, я ее сам выровнял, ты видел? Я сам ее поймал. Нормально. Кто хочет сказать по поводу дрифта на парковке, когда многие из нас заезжают на парковку и начнут валить боком. Так вот, когда у тебя получается валить боком, и ты уже поехал, наступает самый ответственный момент, ты должен выйти из этого дрифта. И когда ты не справляешься с этим моментом выхода из дрифта, это тебя просто выкидывает нафиг, и ты можешь улететь в близлежащую машину. И поэтому это не очень хорошая идея. Подожди секундочку, пожалуйста, извините меня. Куда ты пришел? Ты там стоишь. А сейчас секундочка дрифта от Димона. Газу, газу, вторую передачу. Куда? Давай, давай. Ручнику, ручником, газом, газом работай. Пошел, пошел, пошел. Когда разрешили только без машины дрифта. Когда сказали, что жгут цепу, пришлось пересаживаться на ноги. А ты что, спрятаешься до в тени? Ты хотя бы встань на солнышку. Я в тени прячусь. Куда ты уходишь? Не уходи, пожалуйста. Я в тени сижу вообще-то. Слушай, специальный человек зоди. Ты понял? Там воды налили, я заезжаю в воду, там плотность покрытия разная, и меня начинает по-другому нести. Там воду налили у тапки. Ребят, ну что же, на этом все. Это был второй выпуск дрифта. Как тебе ролик? Пиши. Как тебе был сам дрифт? Следующий ролик, как всегда, в пятницу. И следующий ролик будет не на автотематику. Следующий ролик будет про эксперименты. Проспойлерил тебе все. Ну, ты свой, тебе можно. Пиши, как тебе этот был дрифт? Хочешь ли ты больше? Не забывай про подписки на канал. Не забывай про комментарии и про лайки. Всем пока. До скорой встречи. Я опять пошел в закат. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова